Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он путешествует по миру в поисках самых крутых и страшных развлечений Особенно ему нравятся американские горки Впервые молодой человек прокатился на популярном аттракционе в 6 лет Теперь Жерез не представляет свою жизнь без этих горок Он даже сам их конструирует Я сделал хобби своей профессии Ведь горки дают мне ощущение свободы Когда я лечу вниз с невероятной скоростью Я переосмысливаю многие вещи в жизни Это для меня своего рода психотерапия Во время катания на американских горках У человека повышается давление И теряется ориентация в пространстве Это один из самых популярных аттракционов в мире На нем ежегодно катаются Миллионы людей по всей планете Но только в США это развлечение Считают русской забавой Вы когда-нибудь задумались Почему американские горки в США называют русскими И наоборот И где же все-таки они появились впервые Популярный аттракцион был впервые сконструирован в США Изобретателем Джоном Тейлором И под названием «Наклонная железная дорога» Он впервые появился на Кони Айленде В 1884 году Тейлор был очень набожным человеком Он верил, что это развлечение Понравится людям больше Салонов, баров и борделей Мужчины станут проводить больше времени С детьми и женами И всей семье будет одинаково весело При этом Джон рассчитывал на прибыль Кони Айленд, густонаселенный район Прототипом этого аттракциона Считаются так называемые катальные горки Эти ледяные горки Высотой около 25 метров И углом наклона около 50 градусов Были построены по приказу Петра Первого Под Санкт-Петербургом А для лучшего разгона Саням были приделаны колеса Ну что, прокатимся? На ледяных горках катались и при Екатерине Второй Императрица даже приказала соорудить скоростной аттракцион в царской резиденции Вскоре развлечением заинтересовался французский путешественник Тогда европейцы построили первые Так называемые русские горки в Бельвилле Поскольку во Франции отсутствует ледяной покров И фактически зимы, как таковой, в нашем понимании не бывает Поэтому пришлось придумывать другие системы И там уже поставили вагонетки на рельсы Но, однако же, из-за того, что на тот момент система была крайне несовершенна Случалось очень много случаев, когда вагонетка слетала с рельс Это приводило к несчастным случаям, даже к смертям И, в общем-то, во Франции очень скоро русские горки отменили В отличие от французской забавы Аттракцион Джона Тейлора оказался удачным проектом Инженер постоянно модернизировал свое творение Через несколько лет на трассе появились тоннели и первое подобие петель Для современного человека скорость тогдашних вагонеток была совсем не впечатляющей Но людям это развлечение казалось невероятным экстримом Скорость была меньше 20 км в час Но по тем временам это все равно была абсолютно сумасшедшая скорость Поскольку не каждый далеко человек того времени мог себе позволить даже прокатиться на лошади Не говоря уже про то, что ни автомобилей, ни современном понимании катеров Ничего подобного не было Поэтому эта скорость действительно была абсолютно одурманивающей И люди шли с огромным потоком В 1903 году вокруг американских горок на Кони Айленде построили парк развлечений Он сгорел через 40 лет В память об исчезнувшей достопримечательности 10 лет назад на полуострове возвели новый парк Ежегодно на местных аттракционах катаются почти 3 миллиона человек Главная местная достопримечательность – это деревянные горки Циклон Маршрут этого аттракциона составляет 800 метров Всех посетителей ждет спуск с 26 метров Кажется невысоко, но это что-то невероятное Модель Лизи Кокоа родом из Токио Несколько лет назад она переехала в Нью-Йорк и поселилась на Кони Айленде Девушка долго искала квартиру в этом районе Она хотела жить как можно ближе к легендарному парку Я всегда любила парки аттракционов и особенно американские горки Меня будоражит от страха и адреналина Теперь я живу неподалеку от парка и постоянно хожу туда кататься на горках Американские горки есть почти во всех парках развлечений США 10 лет назад в Вирджини открыли так называемый «Запугиватель 305» Аттракцион посвящен гонкам Его даже назвали в честь пилота-чемпиона Дейла Эрнхарта «Запугиватель» – его прозвище В вагонетке разгоняются по рельсам до 145 км в час У развлечения даже есть престижная награда – золотой билет Ее вручают лучшим аттракционам Правда, перед участием в конкурсе конструкцию сильно модернизировали После первого прогона тестового посетителями на некоторых поворотах было настолько нестерпимо Что после аттракциона они испытывали неприятные ощущения Потерю сознания, кратковременную потерю зрения, посидения и прочее После чего горку отправили на реконструкцию И она снова открылась в 2013 году Но не перестала быть менее устрашающей О «Запугивателе-305» житель Бостона Такота Андерсон узнал, когда аттракцион закрыли на доработку Молодой человек переживал, что так и не прокатится на легендарном аттракционе В результате попал на горки только после реконструкции По словам путешественника, эта поездка стала самой экстремальной в его жизни Меня всего трясло от страха и от эмоций Но я готов это повторить и сделать это не раз Для экстремала Рована Моушенса катание на американских горках закончилось печально Несколько лет назад он попал в аварию на одном из британских аттракционов В результате сломал руку и ногу После долгой реабилитации молодой человек тут же отправился в парк развлечений в Австралию И так мы подъехали к парку аттракционов Мне не по себе, честно На популярном местном курорте Голд Кост есть башня страха Экстремальные горки открыли в конце прошлого века Пик 115 метров над землей На такую высоту поднимается небольшой карт с пассажирами на скорости 160 км в час Причем разгоняется всего за 3 секунды Это было так необычно, но все прошло хорошо В 2010 году аттракцион реконструировали, даже обновили название Теперь это горки башни страха 2 На модернизацию потратили больше 600 тонн стали Конструкцию скрепили 16 тысячами болтов Инженеру совершенствовали мотор карта Он стал еще мощнее Всего за 7 секунд двигатель вырабатывает количество энергии Которого хватит для освещения небольшого города Она выполнена в виде L-образной формы А и вы на этом аттракционе можете прочувствовать на себе свободное падение Если наберетесь смелости, конечно Один карт с пассажирами вмещает в себя 15 человек Серебряная звезда из немецкого парка развлечений Не самый быстрый аттракцион в Европе, но не менее экстремальный Он виден далеко за пределами парка Его высота более 70 метров Отличительная особенность этого аттракциона в том, что там перемежается высота У вас не будет времени немного отдохнуть и перевести дух Потому что только спустившись вниз большой высоты Вы будете набирать снова, опять опускаться Менять угол наклона до самого конца поездки Серебряная звезда состоит из трех поездов Каждый час аттракцион перевозит около 2000 пассажиров Вот только попасть на американские горки могут не все желающие Детям до 11 лет и людям ниже 140 сантиметров Вход строго воспрещен Слишком тучных гостей на серебряную звезду тоже не пустят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok